Снова здравствуйте! Начинаем сегодня читать новую книжку Анатолия Марковича Маркуши «Вам взлёт» Книжка про самолёты, книжка про лётчиков, книжка про авиацию Книга очень интересная, должна быть интересная молодому подрастающему поколению Почему я остановился на ней сейчас? В принципе, можно было продолжать развлекательное чтиво Оно больше привлекло бы людей на канал, больше было бы просмотров и так далее Все это понимают, да? Но, дело в том, что, знаете, всё-таки очень неприятно, больно, зачастую противно Наблюдать деградацию молодого поколения Особенно тех, кто уже вырос и считает себя взрослыми Кто вырос, сформировался в какой-то кривой, однобокой среде И даже не понимает, насколько его поведение, мышление уродливо и неполноценно Почему уродливо, почему неполноценно? Дело в том, что нормальный диалог двух людей должен базироваться на аргументации Аргументация – это фактология Аргументация – это передача знаний определенных Опять же, фактов каких-то Результатов размышлений, логических выводов Но молодое поколение воспринимает это как, знаете, это твое мнение Да, мнение Обоснованное мнение Мнение должно быть обоснованным А это молодое поколение зацикливается исключительно на эмоциональных вещах Молодые люди Я не говорю про девушек Девчонки – это девчонки, они всегда останутся в первую очередь эмоциональными Вот, вырастут такими И мало кто из них вообще в состоянии воспринимать логическую аргументацию Именно логические выводы Вот, ну, такова их участь, такова их гормоналка, физиология и так далее Здесь нет ничего страшного, это просто особенность Но когда молодые люди воспитанные Без отца Вырастают с мышлением девочки Когда Вместо того, что воспринимать Фактологическую, логическую аргументацию Они начинают акцентироваться Потому что по-другому не умеют Потому что по-другому их мама не научила Она и не могла по-другому научить Она же девочка Начинают акцентироваться и воспринимать исключительно эмоциональный момент Как многие мне пишут Вы так ругаетесь Вот прямо страшно вас слушать Извините, когда молодой человек говорит о том, что ему страшно Это, извините, это позор Это позор Мужчина не должен об этом говорить Он, даже если это воспринял внутри себя Он должен стараться подавить страх Он должен акцентироваться Еще раз На фактологии и логике Но не на эмоциях Тем более собственных А тут прямо страшно Блин Йокарный бабай Это мужчина или это девочка Страшно ему Вместо того, чтобы продолжать воспринимать Техническую часть Ему страшно И он не может Ай Это, извините, пидорас Растет И это не ругательство Это терминология Поэтому Мне хочется Внести свой вклад В развитие воспитания молодых людей Многие матери Многие матери не знают Как это сделать Надо читать книжки Много Классической литературы И это не обязательно Пушкин с Гоголем Для этого надо еще вырасти Подрасти, дорасти и так далее Но у нас есть Джек Лондон Но у нас есть Марк Твен Но у нас есть Беляев В конце концов У нас есть научная фантастика Которая полна приключений Перемешанных непосредственно С наукой С фактологией С логикой У нас есть Фенимор Купер Который со своими индейцами Развивает Вызывает, как сказать Желание у молодого человека Развить в себе Какие-то мужские навыки Охотника Наблюдательность там И так далее Навыки воина Вот У нас есть Майн Рид В конце концов Который рассказывает О каких-то подвигах У нас есть Жюль Верн И куча других писателей В том числе Анатолий Маркович Маркуша Который конкретно Рассказывает об авиации Об ее становлении Что надо Для этого Авиационные училища Институты выпускают Фактически инженеров Высшей квалификации Это о чем-то да говорит Но Чтобы таким стать Чтобы таким Вырасти Надо Чтобы В голове Изначально Мысли располагались Правильно Правильные мысли В правильном порядке Акцентирование Не на эмоциях своих Оставьте Эмоции девочкам Пусть им будет Хи-хи И ой А вы должны Как мужчины Оперировать Фактами И логикой Чтобы понимать Озвученные вам Факты Нужны не пруфы И ссылки Которых Например Вот просто Посередине беседы В лесу Костра Взять негде И да Я за свою Жизнь У меня уж так-то Под полтинник Знаете ли Столько Блин Начитался Всякого Разного Запомнил Обработал Вывел сам Я вам не смогу Вот эти вот Пруфы Просто-напросто Выдать Это надо Идти в библиотеку И долго-долго Копаться Пытаясь вспомнить А в какой книге Я все это дело Прочитал А многих книг Которые я читал Я и не могу Найти до сих пор Несколько лет уже еще Так и не могу найти Они были в моей Домашней библиотечке Но куда делись При переезде Фиг его знает Очень жаль Что они куда-то делись Научные И научно-популярные Книги Вот в чем дело И для развития Для развития мужского мышления Фактологического мышления Логического мышления Для развития способностей Соображать Думать Сопоставлять Выводить Требуется читать Книги Как Недавно Мне сын Читая Я ему дал Значит Братьев Стругацких Вот Он там читал Отдельные рассказы И задает мне вопрос Пап А как выглядели Вот эти Киберразведчики Можешь Говорит Найти В интернете Я говорю Андрей Никакой интернет Тебе не даст Того Что в состоянии Дать тебе воображение Здесь же Говорю Описано Как они выглядят Да Они выглядели Были чем-то Похожи на кузнечиков Правильно Их выпустили Из танка И они побежали Куда-то Это Рассказ Забытый эксперимент Вот Я говорю Как тебе Твое воображение Это подсказало Ну Как кузнечики Я говорю Так же скакали Написано Ведь побежали Они попрыгали Да Значит Задние ноги Не как у кузнечиков Приспособленные Для прыжка Ну да Вот и думай дальше Размышляй Они же побежали На четырех ногах Или на шести Или вообще на двух То есть Достаточно Крупное Вытянутое тело И достаточно Тонкие лапки Угу И у него Начала в голове Складываться Вот эта картина Начало работать Воображение А то А как танк Вот этот Выглядел Тестуда Я говорю Ну это же гражданский Танк высшей защиты Не военный танк Значит Пушки у него Точно уже нету Значит У него что-то другое Есть Научное оборудование Какое-то Ага Все Дан определенный Толчок И ребенок Начал Понимать Что не надо Искать В интернете Каких-то картинок Вот здесь Эти картинки Возникают И у него Резко выросла Скорость Чтения Что характерно Понимаете Когда он Начал доверять Он Начал Доверять Своему Воображению Когда Нет интернета Нет Гугла Человек Вынужден Опираться На ту информацию Которая Дана ему В книге И не более чем Он не может Залезть Куда-то И быстренько Что-то Уточнить Подточниться Там И так далее Вот Ему Выдана Информация У него Остался Вопрос На эту Тему И он Вынужден Искать Информацию Дальше Подтверждающую Или Опровергающую Те знания Которые он Только что Получил Он Вынужден Держать Это В голове И Если Это ему Интересно Искать Невольно Читая Что-то Другое У него Всплывает Вопрос И он Находит Например Подтверждение Или Опровержение Какое-то Какие-то Данные Которые Которые Отрицают Ранее Полученную Информацию Возникает Вопрос Как Так И здесь Вроде Как Умно Написано И здесь Вроде Как Умно Написано Связано Логически Почему Почему Расходится Начинаются Поиски Дальше Это И Есть Тот Самый Процесс Который Человека Учит Вообще Думать Искать Информацию Сопоставлять Информацию Анализировать Ее С разных Точек Зрения Анализировать Как Мне Здесь Недавно Один Заявил Уфициально У нас Углеродная Форма Жизни Да нет Блин Это Так-то Дико Сокращенный Вариант У нас Белковая Форма Жизни У нас Энергоснабжение Этой Жизни По Углеродному Варианту Потому что Есть и Другие А так Если В общем Брать И Целом Собственно Белковая Вот Понимаете Сегодня У нас Плутон Планета А завтра Уже Не планета И это Официально И это Просто Для того Чтобы Получить Бабла Собственно Вылезла Какая-то Группа Которая Что-то Ляпнула Что-то Отстояла Ребят Это на что Влияет Ни на что Не влияет Кроме Того Что Ты должен Формировать Собственное Обоснованное Мнение Собственное Обоснованное Мнение Логически Обоснованное Фактологически Обоснованное И так далее Точно так же У нас Меркурий Это планета Или так Мимо пробегал Заблудившийся Астероид Планетой А Венера Доказательство Того Что это Остатки Фаэтона Ну Собственно Да Они уже есть Они уже представлены Недавно Тут Ученые Согласились Что пояс Астероидов Это у нас Осколки Планеты Вот Они нашли Подтверждение Однозначные Подтверждения Уже Выводы И Выводы Значит Ведут К тому Что Венера Это Остатки Ну а Какие Остатки Могут быть От планеты Кроме Как ее Ядро Это Пока еще Не озвучено Вслух Я так Понимаю Что Там еще Идут Какие Исследования Но тем не менее Получается Что Венера Это Остатки Это ядро Значит Фаэтона Вот Ну А значит Что Планеты у нас До этого Занимали Другие орбиты Вот Да Земля Была На другом Месте Да Вполне Возможно Что у нас Изменился Угол Наклона Оси Вот И т.д. И т.п. И дофига Что там Произошло И случилось И Произошло Это Судя по всему Не так Давно Вот И здесь Очень длинная Такая Интересная Цепочка Получается Молодое Поколение Которое Просто Окончило Школу Даже не в состоянии Понимать О чем вообще Речь идет Не то что Размышлять На эту тему Понимать А научно Техническая Научно Популярная Технически Популярная Литература Вот Абстрактная Научная Фантастика Отчасти Абстрактные Абстрактные События Да Художественный Вымысел Но Научная Конкретика Там Это Популярные Научные Вещи Вот Или вот Как здесь Это тоже Научно Техническая Популярная Книга Очень Полезная И должна быть Очень интересна Для молодого Поколения Если почему-то Мальчишке Это Неинтересно Надо бить Тревогу Мальчишке Не может быть Неинтересно Неинтересны Технические Вещи Вот Так то Потому что Это идет Банально От Той же Самой Гормоналки Вот Но Но если Гормоналка Подчинена Вынуждена Подстраиваться Под Извините Другое Поведение Ну Для начала Достаточно Просто Заработать Проблемы С надпочечниками С эпифисом Ну А так Это может Довести И до Если с физиологической Точки зрения До онкологии А С психической Точки зрения До шизофрении Легко и непринужденно Когда мальчик Начинает Вести себя Как девочка Потому что Это был Единственный Пример Для подражания И при том Что ему Собственно Гормоналка Говорит Вести себя По другому Ну Здесь До Психиатрии Так-то Совсем Недалеко Понимаете Вот Мальчишка Должен Интересоваться Техникой Должен Бегать С ножом Деревянным Картонным По возрасту С автоматом Точно так же Деревянным Пластмассовым По возрасту Вот Машинки На веревочке Самолетики Там И так далее Но В основе Должна лежать Не эмоционалка Ай как интересно Весело Там здоров Нет А техническая Составляющая А как Это устроено Вот Вот это Должно Превалировать Понимаете Вот Эту Вот Эта книга Собственно И дает Ответы На некоторые Эти вопросы Книжка Это была В свое время Культовая Издание Непосредственно Читать Читать Размеренно Достаточно Бегло И Спокойно Не нервничая Поэтому И здесь Точно так же Текст у нас Пойдет с картинками Одновременно С Со мной Так получается Итак Поехали Вам взлет Это слова команды Которыми Земля Провожает Каждого летчика Не случайно Вынес их автор В заглавие Своей книги Посвященной Труду летчиков О том Как человек Преодолевая Трудности Обретает Крылья О том Как он Узнает Радость Полета Побеждая Порой Серьезные Неудачи О том Как он Учится Не только Управлять Машиной Но и Собственной Волей Рассказывает Эта книга Автор Летчик Обращаясь К своим Молодым Друзьям Будущим Авиаторам Он стремится Передать им Вместе Со знаниями И свою Любовь К небу Которому Отдал Большую Часть Сознательной Жизни Эта книга Не сделает Читателя Летчиком Но она Поможет Ему Понять Узнать И главное Полюбить Трудную И тонкую Профессию Профессию Пилота Победителя Времени И пространства Во второе Издание Добавлена Одна глава И внесены Некоторые Мелкие Исправления Был у меня Километры Даже Тысячи Километров Для настоящей Мужской Дружбы Мы Помнили Друг о Друге Время От Времени Обменивались Письмами И может Быть Я никогда Не взялся Писать Эту книгу Если бы не Алеша Гуров Вернее Если бы не Его письмо Разыскавшее Меня На далеком Восточном Аэродроме Вот оно Это письмо Здравствуй Дядя Толя У меня Порядок В школе Тоже Ничего Дела Есть Две Тройки Но я Их Исправлю Скоро Но пока Хочу Написать Вам О другом Я Лично Твердо Решил Как Вы Стать Летчиком Реактивщиком Это Мое Точное Решение Хотя Мама Ругается И говорит Надо Сначала Писать Без Ошибок Научиться Я Прочитал Уже Книжку Кожедуба Служу Родине И еще Читаю Про Авиацию А что Еще Делать Вовсе Пока Не знаю Как Вы Улетели С Математикой У меня Опять Хуже Стало Учительница Говорит Что Я Не Тупой А Только Рассеянный Дядя Толя Как Вы Поживаете Напишите Мне Поскорей Что Надо Делать Чтобы Быстрее Стать Реактивщиком Известный Вам Алексей Гуров Извините За грязь Я Очень Спешу Есть Дела Алеша Алешина Письмо Обрадовало И Встревожило Меня Обрадовало Потому Что Я Понял О Хорошем Деле Мечтает Мой Друг Трудно Быть Как Он Выражается Реактивщиком Но Зато Интересно И Нужно Это Я Знал Наверняка Встревожило Потому Что Как Легкомысленно Писал Человек Чувствовалось Алеша По Настоящему Не Понимает Что Такой Реактивщик А Чтобы Принимать Точные Решения Надо Обязательно Ясно Ведить Цели Которые Ты Себе Намечаешь Мне Очень Хотелось Помочь Алеше Разобраться В сложностях Которые Обязательно Возникнут На его Пути В небо Как Это Сделать Лучше Я Думал Долго Садился К столу Принимался Отвечать На письмо Рвал Исписанные Листки Начинал Снова И Ничего У меня Сказать Даже О том Что На мой Взгляд Было Самым Важным Самым Необходимым Самым Главным Теперь Я уже Не помню Как мне Пришло В голову Не один Ведь Алеша У нас Реактивщик Сколько Таких Мальчишек Которые Начитавшись Интересных Книг Про Летчиков Насмотревшись Увлекательных Кинокартин Об авиации Собираются В полет И не знают С чего Начать И тогда Я решил Написать Эту Отвечаю На письмо Моего друга Алеши Гурова И вместе С тем Обращаюсь Ко всем Алешам Колям Шурам Ко всем У кого Еще не доросли Ноги До самолетных Педалей Кому не хватает Пока лет Чтобы поступить В аэроклубы Но кто Решил Стать Летчиком Реактивной Авиации Я поделюсь С вами Дорогие друзья Знаниями И опытом Собранными Во многих Полетах А расскажу О машинах И людях О трудном И радостном Словом Обо всем Что узнал На земле И в воздухе За годы Своей Летной Службы Вот и все Вступление А теперь К делу Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова